Завод «Промтрактор» не приостановит свою деятельность при любом развитии событий. Сейчас во Внешэкономбанке намереваются запустить процедуру банкротства концерна. В Минэкономразвитии республики отмечают, от этого чебоксарское предприятие только выиграет. Руководитель ведомства Владимир Аврелькин в интервью нашему телеканалу отметил, что завод «Промтрактор» в перспективе может стать частью концерна Ростехнологии. Производство бульдозеров здесь сохранится, но главная задача – нарастить объемы. Кроме того, Внешэкономбанк намерен открыть новую кредитную линию для чувашских заводов. Недавно вышла новость о том, что Внешэкономбанк подал в арбитражный суд города Москвы на признание концерна-тракторного завода банкротом. Эта длительная процедура не значит, что свершилось или свершится в ближайшее время. Это очень тяжелая и, еще раз говорю, это по времени затяжная процедура. Сегодня вокруг концерна нагнетается негативный фонд. Негативный фонд оппозиции, сами люди формируют. Это неправильно. Неправильно, потому что, и я в прошлый раз высказывался, и у нас и глава республики говорит, что процедура банкротства – это не значит, что приостановление деятельности компании. Это заморозка штрафов, пении. Делать для этого – это одна из процедур оздоровления предприятий. Это все делается для того, чтобы в последующий влить в крупную компанию и загрузить предприятие работы. Челябинский тракторный завод не выпускает сегодня ту линейку, которую выпускает наш тракторный промо-трактор. Промо-трактор-вагон выпускает иную линейку, чем выпускает Уралвагонный завод. Поэтому они дополняют друг друга и выходят с новыми продуктами на рынке, усиляют себя. Кроме того, сегодня принято решение в Нешэкономбанке о выделении еще дополнительных средств для того, чтобы погасить налоги, погасить задолженность по энергетике, которая сегодня присутствует. Но неужели если бы банк шел бы на дополнительные траты, если бы в планах было закрытие завода? Понятно, что никто бы не шел. Даже если у некоторых витает мысль о том, что банкротство – это знать закрытие предприятия. Ну, представьте, что вы собственником являетесь, вернее, тем, кто хочет купить завод. Вы платите за них деньги для того, чтобы потом завод просто порезать и сдать на металлолом. Вы не вернете даже тех вложенных средств, которые купите сейчас.